Из пятерых его ранило одного. Во время обстрелов микрорайона Восточный в Мариуполе зимой прошлого года подростки мирно занимались в спортивной школе. Когда раздались взрывы, ребята пытались спастись в коридоре. Кирилла Мищенко ранила в спину. Мальчик перенес операцию, но забыть о случившемся не может до сих пор. Историю расскажут наши корреспонденты. Мы были бы ранены, если бы не эта сетка. Она стекла не пропустила. Зимой прошлого года снаряды разрывались возле школы Кирилла Мищенко. Он занимался в спортивной секции. Вместе с пятью друзьями пытался спастись, выбежав в коридор. У нас была на мысли только одна мысль. Это выбежать отсюда целыми. Самый страшный обстрел за время боевых действий на востоке Украины Мариуполь пережил в январе 2015-го. В результате 31 человек погиб, 117 были ранены. Среди них и Кирилл. Осколок пронзил правую лопатку ребенка. Всего в метре от окна. Оно трикошетило от стенки и попало в лопатку. Почувствовал, что какая-то большая палка ударила углом. Думал. С рваной раной мальчик в шоковом состоянии сам пошел домой. Мама встретила сына на улице. Он бледный был и состояние шока. Вроде бы на своих ногах, глаза целые. Он говорит, мама, у меня ранение. В результате Кириллу сделали операцию и удалили осколок. А после нужно было восстанавливать моторику правой руки и принимать успокоительные. Но денег у Елены Мищенко нет. Медикаментами и реабилитацией Кириллу помог штаб Рината Ахметова. 21 день он оздоравливался в санатории Славянска. Ему необходимо было восстановиться эмоционально и физически. Для ребенка это был очень большой стресс и травма оказаться под обстрелом. В реабилитационном центре с ним также работал психолог. Ну и, конечно же, восстановиться перед началом учебного года. Идет больше направлено на психологическое и лечение сопутствующих заболеваний. Это и хронический обструктивный бронхит, и сложный сколиоз. Подросток прошел комплекс процедур по восстановлению как физического, так и морального здоровья. Я очень благодарна за поддержку, за помощь и материальную, и в лечении. Очень помогли. Я не знаю, просто как бы мы без этой помощи. Больше бы таких людей было. Солевые ванны, ароматерапия, физические нагрузки. Все это позволило ребенку успокоиться и прийти в себя. Он спокойнее. Мне понравилось очень. И останка у него изменилась. Он более как-то стулился. На сегодня в рамках программы реабилитация штаба Мрината Ахметова оздоровлено 47 детей. Чтобы получить помощь, нужно позвонить на горячую линию. Мечтаб Ахметова готов поддержать каждого раненого ребенка на востоке страны. Виктория Чистюхина, Ростислав Сысоев, Александр Шмырев, Оксана Корчма и Евгений Якунин. События. Канал Украины.